Поликлиника не ремонтировалась 9 лет. Само здание куда старше. До этого здесь располагался информационно-вычислительный центр. Кое-какой косметический ремонт медучреждение делало собственными силами. Однако для выполнения капитальных работ нужна помощь города. Мэр заверил, средства на это найдутся. Да и с жильем для специалистов готовы помочь. Что понравилось? Что люди сами за свои силы, за свои средства сделали ремонт залов. Кровлю отремонтировали хорошо в том году. Сейчас нет той протечки, которая была. И вообще хотелось бы такому коллективу помогать. Сейчас мы планируем выделить им квартиру врача-хирургу. Я думаю, что в ближайшее время это мы порешаем. Депутаты будут разберутся вместе с салонным врачом, кому ее отдать. Кроме капитального ремонта поликлиники в Фокинском районе, существует еще одна медицинская проблема. Дело в том, что женская консультация и детская поликлиника разрознены и находятся на первых этажах жилых домов. В этих условиях получать квалифицированные качественные медицинские услуги 12 тысячам детей района, мягко говоря, неудобно. Поэтому городскими властями совместно с депутатами облдумы прорабатывается решение о строительстве в Фокинском районе детской поликлиники, которая станет центром матери и ребенка. Сейчас принято решение и с депутатами областной думы, и с депутатами городского совета, что все-таки надо искать деньги и хотя бы сделать в этом году проект. Потому что будет надежда на то, что будет какое-то софинансирование с нашей стороны, и федеральный бюджет нам поможет. Под будущую детскую поликлинику уже есть земельный участок площадью 2000 квадратных метров. Ориентировочная стоимость строительных работ около 600 миллионов рублей. Александр Новиков при содействии пресс-службы Брянской городской администрации. События. Брянск.